Уважаемые гости, компания Кудерлайн приветствует вас. Наша сегодняшняя встреча посвящена изменениям 2024 года, которые произошли у нас и в законодательстве, и соответственно в конфигурациях. Мы будем сегодня с вами смотреть на примере ERP и тема нашей сегодняшней встречи очень интересная, хотя и звучит возможно несколько не особо, не так особо интересно, как она на самом деле выглядит. На экране вы видите наши контактные данные, то есть наши электронные почты, телефоны, телеграм-контакты и адрес сайта, то есть мы выкладываем записи вебинаров через некоторое время и вы можете вернуться к записи и посмотреть ее удобно для вас времени, формате на сайте, возможно еще какие-то материалы вас заинтересуют. Мы будем очень благодарны вам за обратную связь и если у вас какие-то вопросы возникнут, с удовольствием окажем вам помощь и консультации, любым удобным для вас способом, задавайте свои вопросы, будем рады оказаться вам полезными. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитик 1С Гарда Швакалина. Программу нашей сегодняшней встречи вы видите на экране, мы поговорим про договора и не просто про договора, а договора, которые у нас касаются займов, какие изменения произошли в 2024 году, как нам в конфигурации настроить работу с этими договорами, то есть какие справочники, настройки нужно активировать. Соответственно, когда нужно и не нужно рассчитывать материальную выгоду, и у нас очень много изменений было по НДФЛ и конкретно в этом году, это, пожалуй, самое наибольшее количество изменений, претерпевшие налог. Ну и, соответственно, какая документация сопровождает такие операции. В общем-то, дополнительные сервисы затронем. Обо всем понемножку. Наша встреча будет построена таким образом. Мы нормативную информацию, то есть законодательные изменения будем смотреть по слайдикам нашим и будем параллельно переключаться, как я сейчас делаю, вот таким образом, на программу ERP и смотреть по программе на конкретно какие моменты мы будем обсуждать. Мы будем переходить и смотреть, как это выглядит в программе. Снова переключаюсь на наши слайды. Итак, немного восстановим в памяти, что такое материальная выгода, зачем она нужна и так далее. То есть у нас с вами, напомню, в программе, в конфигурации 1S ERP, очень большая нагрузка ложится на справочник договоров и, соответственно, все, которые связаны с одним справочником. Но у нас есть договора не только касательно, например, купли-продажи и других хозяйственных операций. Но у нас есть договора, которые немного в обособленном режиме представлены. Сейчас мы перейдем немножечко на базу ERP. И, значит, это договора, которые находятся в блоке казначейства. И вот вы видите здесь финансовые инструменты и есть договора кредитов и депозитов. Кроме этого, у нас есть договора, которые сопровождают коммерческие, естественно, операции. И эти договора имеют достаточно существенное различие. То есть мы сегодня будем говорить не про договора, которые связаны, например, с продажами. Или здесь видите у нас договора с клиентами в закупках, договора с поставщиками. На самом деле это один и тот же справочник договоров, только в нем проставлены разные роли наших партнеров. А мы с вами сегодня затронем казначейство и договора, которые относятся к финансовым инструментам. Во-первых, эти договора достаточно сами по себе интересны. А во-вторых, интересна именно ситуация, когда они применяются. Сейчас мы снова с вами переходим на слайдики. И у нас практически во всех, я прошу прощения, ваше видео я, к сожалению, должна выключить. Так, и, собственно говоря, начнем мы с напоминания, что именно эти договора, договора кредитов и депозитов приводят к возникновению материальной выгоды. Ну и, естественно, в 2024 году эти договора претерпели изменения. Переходим на слайдик, который нас с нормативной информацией познакомит, восстановит в памяти. То есть у нас в 2021-2024 годах действовал мораторий на начисление НДФЛ с материальной выгодой. То есть вы видите на экране нормативные документы, которые регулировали этот процесс. И, соответственно, у нас ДФЛ с материальной выгодой за период 2021-2023 года не начислялся. И, в общем-то, коммерсанты немного расслабились. На самом деле это достаточно давно текущая процедура, достаточно, скажем так, конфликтная. И материальную выгоду, мы немножко сейчас поговорим про историю. То есть НДФЛ с материальной выгодой, как вы видите, у нас регулирует статья 212 Налогового кодекса. И у нас может быть как бы, ну, условно, три вида таких доходов, которые вызывают возникновение материальной выгоды. Это НДФЛ при материальной выгоде по договорам займов, при экономии на процентах. Соответственно, материальная выгода при покупке товаров, когда у нас цена отличается от рыночной. И, собственно говоря, при покупке ценных бумаг. Ну, ценные бумаги мы сегодня не будем рассматривать, так же, как и товары и услуги. Поговорим про материальную выгоду на процентах. Здесь у нас материальный доход, если договор заключен в рублях, то возникает материальная выгода, если у нас ставка ниже, чем 2 третьих ставки рефинансирования Центробанка. А если у нас договор в валюте, то мы, соответственно, считаем ставку 9% годовых. И если мы говорим про резидентов Российской Федерации, то в этом случае платят они НДФЛ с материальной выгодой по ставке 35%, а нерезиденты 30%. Но на самом деле это не новость, потому что у нас звучали такие вопросы, как, например, взяли ипотеку и льготную ипотеку, и как мы теперь с нового года ввели налог на материальную выгоду, как его платить. В случае, если у вас год на ипотеку, платить его никак не надо. И это не новый налог, который ввели, это на самом деле налог, который существует с 2016 года, то есть НДФЛ с материальной выгодой в обязательном порядке начисляется с этого периода. И, в общем-то, новости в этом нету. Новости это только то, что у нас действовала моратория, и с 2004 года действие моратория прекращено. И, на самом деле, интерес налоговых органов совершенно не на пустом месте возник, потому что достаточно широко применялась такая схема, что, например, учредитель или собственник, если он ипист, делает договора займов, по которым перечисляет себе денежные средства, и, соответственно, идут эти денежные средства на выплату серых зарплат и так далее. И чтобы не показывать и не платить налоги с этих денег, если показать их как зарплата, их оформлялись через займы. Ну, это если мы говорим, например, про некрупные предприятия. Более крупные предприятия тоже, естественно, оформляли займы, но немножко по другой схеме. То есть, естественно, если у нас идет разговор о том, что это взаимозависимые лица, ну, например, руководитель и учредитель или если руководитель и учредитель одно и то же лицо, то, соответственно, становится очевидным, что это не рыночный характер договоров. То есть, естественно, получить, например, займ беспроцентный на неограниченное количество времени у кредитных организаций невозможно. Банковский сектор с такими договорами не работает. Ну, естественно, если это не сотрудники банка или не собственники банка. И, соответственно, в первую очередь вызывает интерес налоговиков, когда возникают взаимозависимости, то есть когда аффилированность лиц. И вот в этом случае налоговики реагируют на это как на красную тряпку и, соответственно, суды их поддерживают. То есть существует достаточно большая арпетражная практика, которая связана с договорами займов по не рыночным договорам. То есть в этом случае мы говорим о том, что материальная выгода у нас возникает только, если один участник договора – это юридическое лицо, например, ООО, АО и так далее. А другой участник, заемщик – это физическое лицо. То есть, например, если учредитель берет у своего же юридического лица или у контролируемого юридического лица займ. И в этом случае у нас очень широко были в обиходе, так сказать, беспроцентные договора займов. Но в связи с таким пристальным вниманием налоговых органов возникает вопрос, если все-таки мы решили оформить займ, то какой займ брать – беспроцентный или процентный. В общем-то, у нас можно эти займы разделить, опять же, на три группы. То есть сам по себе беспроцентный займ. Если мы процентный займ делаем, но с отставкой ниже 2-3, отставки рефинансирования, ну, например, символически там 1%. И если у нас ставка, то есть если у нас по рыночным условиям составляется договор, и ставка, например, выше, чем 2-3 отставки рефинансирования. То есть займ умеет все признаки обычного коммерческого займа. На самом деле у нас экономия, доход в виде процентов экономен на таких договорах составляет разницу. То есть сколько у вас стоит в договоре и с 2-3 ставки рефинансирования. То есть у нас, например, на 2023 год ставка рефинансирования была 16%, и 2-3 от нее составляли 10,67. То есть если вы в договоре указали сумму ниже вот этой черты, так сказать, то ваш договор автоматически попадает под начисление материальной выгоды и, соответственно, с материальной выгоды берется НДС. Ой, НДС, извините, пожалуйста, НДФЛ. И вот тут сразу возникает два вопроса. То есть хорошо, у нас возник НДФЛ, но по каким договорам? То есть мы, да, согласно считать 35%, но договора у нас попадают под материальную выгоду и, соответственно, под НДФЛ с этой материальной выгодой. И те, которые были заключены до 2024 года, и те, которые заключены в период действия моратория, то есть 2021-2023 год, и те, которые заключены уже после отмены моратория, то есть в 2024 году. Соответственно, если участники договора, например, два юридических лица, то в этом случае у нас не возникает материальной выгоды и, соответственно, не возникает НДФЛ, потому что юридические лица участвуют и НДФЛ, это налог на доходы физических лиц. То есть в нашем случае, если это два юридических лица, его не будет. Но возникает другой момент, то есть если у нас два юридических лица участвуют в договоре, то в этом случае у одного из этих юридических лиц возникает либо налог на прибыль, либо, если это упрощенка, то облагаемый доход. А у другого, соответственно, расход. И теперь у нас, сейчас еще покажу вам один слайдик, где приведена формула расчета НДФЛ от нашей материальной выгоды. Ну и, соответственно, это две ставки рефинансирования, минус проценты по договору, все это обкладывается 35% и делится на 365 дней. То есть мы получаем материальную выгоду, обложенную подоходным налогом, то есть НДФЛ. Но, в общем-то, скажем так, само по себе начисление НДФЛ с материальной выгоды коммерцию бы не особенно напугало, если бы ни одно обязательство, которое сопровождало начисление НДФЛ с материальной выгоды. НДФЛ, кроме того, что должно быть начислено, начислено в последний день месяца, оно, естественно, должно быть и перечислено на соответствующие счета в течение установленного срока. А поскольку, как вы знаете, у нас сейчас действует единый налоговый платеж через единый налоговый счет, то, соответственно, должны быть соблюдены сроки, когда должен перечисляться этот НДФЛ. И не получится, что просто на бумаге его начисляли и после этого как бы накопили задолженности и все. То есть это необходимо перечислять ежемесячно. А НДФЛ, который, как вы знаете, в 2024 году перечисляется дважды, то, соответственно, перечисляется в сроке, которые указаны для передачи уведомлений и уплаты по этим уведомлениям уже самого налога. То есть нашу такую экскурсию можно завершить вот таким. На слайдике написаны нормативные документы, то есть материальную выгоду, которую мы получили в 2021-2023 годах, мы не начисляем, она освобождена от НДФЛ. И, соответственно, вот закон 67 ФСД, который внес изменения в 217 статью по этому поводу. А вот с 1 января мораторий прекратил свое действие и, соответственно, мы должны начислять уже по полной программе. Здесь еще нужно обратить внимание на дату, которая у нас связана с доходом. То есть, как вы понимаете, предприятие в этом случае выступает в качестве налогового агента. И, соответственно, в этом случае процентные и беспроцентные займы попадают под действие этого положения, что налоговый агент должен перечислить начисленные налоги и сроки, когда эта дата должна быть применена. Значит, для того, чтобы мы могли в программе начать работать с договорами, у нас, как обычно, требуется сделать настройки. То есть, работать с договорами займов, кредитов и займов и использовать все встроенные механизмы мы можем только после того, как мы проведем активацию этой функции. То есть, мы с вами вот такой слайдик сейчас посмотрим. То есть, у нас задействован режим НСИ и администрирование, нормативно-справочная информация и администрирование. И здесь мы с вами смотрим раздел «Казначейство». Мы уже немножко, так сказать, посмотрели. То есть, раздел «Казначейство». У нас, соответственно, здесь финансовые инструменты и возможность использовать договора кредитов и депозитов. Начинаем мы с вами с того, что мы идем в НСИ и администрирование, выбираем «Казначейство» и «Взаиморасчеты». И здесь у нас с вами есть чекбоксы, которые мы либо проставляем, либо, наоборот, снимаем в зависимости от наших бизнес-процессов. И здесь вот у нас есть такой флажок, красивая зеленая галочка, договора кредитов и депозитов. То есть, соответственно, когда мы проставляем здесь флажок, то у нас активируется возможность работать с этим функционалом. И мы можем использовать то, что мы видим в блоке «Финансовые инструменты». Обратите внимание, что здесь есть оформление заявок на оплату труда, то есть не только договоры, но и заявки. И, соответственно, еще и лизинг, то есть это финансовая аренда. Значит, мы поговорим про оформление заявок немножко позже, а сейчас начнем с договоров. То есть заявки у нас есть, видите, здесь рабочее место оформления заявок и заявки на расходование денежных средств тоже рабочее место. Чем они отличаются, мы с вами тоже поговорим. А начнем мы с договоров. То есть, как вы уже знаете, договора, которые составлены именно в отношении юридическое лицо, физическое лицо, и договора кредитов и займов, которые именно с таким составом участников закреплены и с условиями, которые вызывают возникновение материальной выгоды. То есть, чем договор, который с кредитами и депозитами связан, отличается от обычного договора, например, купли-продажи. Ну, возьмем, допустим, сначала вот такой вариант, когда у нас кредитный договор, например, с банком. То есть, очень многие предприятия имеют договора с банком, но в этом случае не возникает никакой материальной выгоды, даже если это банк и, например, физическое лицо, поскольку это практически никогда не бывает меньше, чем ставка рефинансирования. Но здесь нам удобно посмотреть на таком договоре, его отличие, в общем-то, от договора купли-продажи. Значит, если у нас с вами договор купли-продажи обычный, ну, вот, например, договора с клиентами, то есть здесь у нас, как вы видите, шапка на закладочке «Основное» указывается шапка, то есть цель договора, номер договора, наименование, стороны, кто что, у кого покупал-продавал, и статус. То есть у нас статус может быть «Действует», «Не действует», «Соклассован», и подробности, кто заключил, какой менеджер его оформил и так далее. Ну, на закладочке «Расчеты и оформления» у нас действует вот такой интерфейс, то есть детализация расчетов, подробности дальнейших финансовых тонкостей и учетная информация, то есть это ГФУ, соответственно, и статья «Движение денежных средств». А договор, который касается у нас, так, мы закроем договор с клиентами, договор, который касается кредитов и займов, у нас имеет другой вид, и, соответственно, вот этот договор у меня уже составлен, то есть по нему сделаны уже какие-то операции, и поэтому у меня поля недоступны для редактирования. Если я создаю новый документ, например, вот мы с вами перешли в договора кредитов и депозитов, это вот наш общий журнал договоров, если я создаю новый договор, по кнопочке «Создать», у меня здесь в этом случае все поля, естественно, доступны для редактирования. Красное подчеркивание – это значит «Обязательные поля», то есть без заполнения этих полей программа мне не даст записать этот договор. Но есть и, естественно, поля, которые не подчеркнуты, то есть у нас здесь нет цели договора, но есть два новых показателя – характер договора и тип договора. То есть характер договора мы с вами выбираем, например, кредит или заем, либо это депозит, то есть если, например, у нас овернайт, то есть или на выходные мы кладем депозит, и заем выданный, то есть когда предприятие ваше выступает в качестве взаимодавца. И тип договора – это, соответственно, опять же, с вариациями кредит в банке, внешний заем, то есть если мы получили откуда-то со стороны, а внутренний заем, когда мы между своими лицами, своими участниками выбираем. И если это вклад сотрудника, то есть, например, учредителя, соответственно, это уже другой тип договора. Как вы видите, здесь в основном все поля с красным подчеркиванием, поэтому нужно быть очень внимательным. То есть кредитор и контрагент – это может быть, как вы знаете, не всегда одно и то же. То есть в нашем случае, ну, мы, допустим, выбрали там, сейчас мы перейдем к готовому договору, посмотрим на его как пример. И дальше порядок расчетов. Естественно, могут быть разные валюты, но обратите внимание на то, что если вы выбираете валюту, отличную от рубля, например, вот, ну, пусть будет евро, и ставите вот здесь вот флажок, то значит, вы заключаете договор с нерезидентом. В этом случае сейчас, пока действуют санкции, нужно быть очень аккуратным, потому что в этом варианте есть свои ограничения. Но смысл в том, что если здесь валюта отличная от нуля и стоит флажок, то у нас получается, что программа будет нам считать в этой валюте, согласно курсу на конкретную дату, и, соответственно, будет во всех договорах обозначаться рублевый эквивалент, то есть и валютные в еврах, и рублевые в европокурсу. Если требуется, например, встречаются такие иностранные в основном валютные договоры, иностранные кредитные договора, когда договор заключен в какой-нибудь валюте, например, тугрики, юани, ну, разные валюты разных стран, а транши выдаются в других валютах, то вот в этом случае, скажем так, официально, штатно это не предусмотрено, и требуется делать доработки. Ну, если, естественно, у нас рубли, то таких проблем не возникает, и в рублевом эквиваленте мы спокойно используем все возможности конфигурации. И вот здесь вот у нас вступает в силу то, что надо очень внимательно заполнять все параметры, которые у нас есть. То есть процентная ставка, комиссия есть или нет. И после того, как мы заполним все эти закладочки, мы заполняем, соответственно, график. У нас есть вот такая гиперссылка. То есть мы создаем сам договор, и по этому договору вводим график платежей. Выглядит это вот таким образом. Нет, мы сейчас не будем сохранять пустой договор. Мы посмотрим тот, который у нас уже, например, создан. Вот такой. И, собственно, в расчетах мы вот заполнили. И у нас есть график, согласно этому договору, когда мы должны что делать. То есть первая закладочка транша, это у нас, значит, единовременный транш. То есть мы получили полтора миллиона вот такого-то числа. И дальше мы должны внести полностью весь транш, погасить его вот в такой срок. И начисление по нему происходит вот в такие даты. То есть это один вид договора, это кредитный договор, получили кредит, отдали кредит. Вот этот вот график договора для нас крайне важен, потому что согласно этому графику у нас будет строиться и платежный календарь, и начисление процентов, например. Возьмем, посмотрим другой договор. Партнер, например, вот мы с вами возьмем займ. Так. Нет, мы сейчас с вами возьмем вот такой с физическим лицом займ. И, собственно говоря, здесь нас вот что интересует. То есть у нас физическое лицо, наш партнер. Расчеты и, соответственно, график. График мы тоже самое получаем. Транш. И, собственно говоря, вот в таком формате его возвращаем и начисляются проценты. Соответственно, когда мы составляем договор, и если я в чем-то ошиблась, этот договор я могу... Видите, у меня эти поля недоступны, но через кнопочку «Еще» мне доступна отмена запрета редактирования. И, соответственно, в этом случае, видите, появляется возможность выбора, и я могу изменить какие-то условия, если я ошиблась при первоначальном вводе. Но нужно понимать, что если у меня уже прошло несколько, например, транзакций, то вот таким вот образом изменить уже действующий договор, по которому были операции, это уже очень некорректно, и изменять договор в этом случае стоит другим образом. Значит, сейчас мы с этим вопросом с вами еще поговорим, вернемся к этому. Ну и, естественно, закладочка расчета у нас заполнена, то есть заполнен первый транш, заполнены все подробности и график. И, соответственно, закладочка обеспечения у нас пустая, потому что если мы берем эту закладочку заполнять, то это должно быть, например, банковская гарантия, то есть указываем параметры банковской гарантии, если это требуется, отменим. И учетная информация, это, соответственно, на какой счет учитываются проценты комиссии и, соответственно, статьи движения денежных средств. То есть вот эти справочники у нас должны быть заполнены на момент, когда мы начинаем работу с договорами кредитов и депозитов. И закладочка комментариев, это можно текст вводить и, соответственно, будет значимую информацию, которую вы считаете нужным. Теперь при формировании договора у нас доступны вот такие отчеты. То есть, во-первых, рядом с расчетом, а во-вторых, план фактный анализ. Один и другой вид отчетов очень удобен. Во всяком случае, ведомость расчетов, это не надо лезть, искать акт сверки и так далее. То есть она, ее можно посмотреть из самого договора. И когда мы формируем ведомость отчетов, у нас формируется вот такая табличка. И вы видите, что здесь сведения, что у нас было, основной долг, процент, то есть, что когда мы должны были погасить, но поскольку ничего не происходило, то все сведения перешли на конец, на конечное сальдо. А второй вид расчета, вид отчета, извините, это у нас план фактный анализ, который тоже на самом деле очень полезен и выглядит вот таким образом. Но, значит, это мы с вами поговорили про условия договоров. Соответственно, мы с материальной выгодой имеем дело только тогда, когда у нас договор составлен с физическим лицом и, соответственно, заемщик физическое лицо. Соответственно, у нас с вами договор либо беспроцентный, либо проценты, которые ниже 2-3 ставок рефинансирования. Сейчас мы снова в раздел казначейства вернемся. И после того, как мы ввели договор на кредит или займ или любой доступный вид договоров, мы, значит, можем перейти вот по такой ссылочке. Есть начисления по кредитам и депозитам. Если я вот так расширю колонку, то, видите, у меня есть займы, есть начисления. И здесь у меня есть очень интересная возможность. Значит, через кнопочку создать я могу выбрать начисления по кредитам, то есть по банковским продуктам, начисления по депозитам, то есть если я использую депозиты, например, депозит выходного дня, овернет, как я уже говорила, и начисления по займам, которые мы выдавали разным нашим партнерам. То есть если я использую эту кнопочку и, например, создаю начисления по депозитам, у меня в этом случае появляется вот такой интерфейс, диалоговое окошечко, я выбираю, например, вот существующую организацию, либо, если не выбираю, то по всем организациям и нажимаю кнопочку «Заполнить». И здесь у меня доступен отбор, то есть я выбираю кредиторов и контрагентов. То есть, как вы помните, мой кредитор может быть, например, группой компании, а контрагент конкретное какое-то юрлицо. Ну и, соответственно, договор выбираю. И в этом случае нажимаю кнопочку «Заполнить» и у меня согласно графиков, то есть из договоров, которые у меня введены, согласно графиков выбирается нужная мне информация. То есть начисление процентов, начисление комиссии и так далее. Ну, поскольку в моем случае в демо-базе этого нету, то мы не будем сохранять. И, соответственно, здесь, ну вот, например, посмотрим, как отражается кредитор, дебитор, то есть можно и в ручном режиме создавать, но если у вас большое количество, например, договоров, займов или кредитов, то, конечно, лучше использовать возможность автоматического формирования таких записей, то есть не по одиночке каждый договор проверять и формировать, а вот таким образом. И еще у нас с вами здесь есть вот такая возможность, сейчас мы посмотрим, это корректировки задолженности по финансовым инструментам. Ну, то есть договора, лизинга – это отдельный блок, про который тоже можно говорить с увлечением не один вебинар. На самом деле, это очень интересная тоже тема, но интересовать нас будут корректировки задолженностей. Это как раз-таки тот вариант, когда я говорила, что изменять уже действующие кредиты очень нехорошо, и лучше использовать в этом случае корректировку задолженности. Корректировку задолженности у нас мы используем не только для, например, переноса, переуступки, если мы инновацию какую-то используем. У нас корректировка задолженности доступна тоже в нескольких вариантах, то есть по кнопочке «Создать» мы можем списать дебиторскую задолженность, списать безнадежную задолженность, если, например, уже срок задолженности вышел, или предприятие, наш партнер попало в список ликвидируемых, ну и так далее, и списание кредиторской задолженности. То есть, в общем-то, это инструменты, которые применяются уже давно, и не вызывают обычно никаких сомнений. И здесь мы формируем корректировку задолженности, пишем, что конкретно, какую конкретно задолженность мы, и, заметьте, здесь доступно нам не только по статьям затрат, но и по активам-пассивам. То есть мы можем с активами-пассивами работать. Так, переключаемся. И, соответственно, у нас, кроме того, что мы складываем при заполнении договоров, еще необходимо, допустим, вот с вами, давайте посмотрим вот такой договор, он тоже уже проданный. То есть у нас тип договора – это кредит в банке. И, соответственно, в этом случае здесь порядок расчетов мы, допустим, указали. А вот видите, график я схалтурила, то есть я график не ввела. И, соответственно, у меня автоматически и формирование по этому документу уже не будет возможно. И на закладочке, вот, обратите внимание, обеспечение, учетная информация. Соответственно, я должна статьи поступления денежных средств, какие я буду использовать, и самая основная группа финнгфу, группа финнгф учета расчетов и направления деятельности. То есть, возможно, также отнесение на разные направления деятельности, но сейчас мы его вот так и отменим, отменим запрет на редактирование. Вот. И, соответственно, группа финнгф учета у меня должна быть заполнена. И это отдельный справочник, группа финнгф учета, то есть должна подставляться автоматически, если я все правильно заполнила при составлении договора. Еще нет, нам не надо сохранять. И, значит, у нас с вами, мы посмотрели договор, договора кредитов и депозитов, мы посмотрели начисления по кредитам и депозитам, когда мы через кнопочку заполнить заполнить формируемое начисление согласно графиков, которые заполнены, корректировка задолженностей, когда мы хотим списать либо дебиторскую, либо кредиторскую задолженность, либо изменить какие-то параметры. И у нас остались с вами оформления заявки на оплату. То есть, заявки на оплату это вообще великолепный инструмент для планирования денежных средств и для формирования платежного календаря. То есть, платежный календарь нам позволяет получать вот такие, такой вид отчета, но это один из видов, то есть, мы можем их несколько вызвать, например, заявки календаря, это вот как сейчас внешний вид интерфейс. Если мы выбираем календарь платежи, то мы видим вот такой интерфейс, то есть, в верхней части табличной отражаются наши расчетные счета, а внизу мы видим заявки, которые у нас сформированы на расходование денежных средств. Соответственно, мы можем какие-то заявки выделить, например, либо все, либо какие-то выборочные, и нажать кнопочку «Ко оплате». В этом случае у нас сформируется платежное поручение, и через кнопку «Сформировать документы списания денежных средств» у меня эти платежные поручения, точнее, не совсем точно сказала, то есть, у меня по заявкам денежных средств будет сформировано к оплате, а по кнопочке «Сформировать списание» у меня сформируются платежные поручения, и, соответственно, попадут в реестры. И после этого я могу по реестру платежей посмотреть, на что я сегодня готова потратить деньги, с каких банков, и, соответственно, плачу я по кредитам, например, в срок, или я почему-то пропустила. Но заявки на расходование денежных средств мы точно так же активируем по НСИ и администрированию, то есть мы активируем возможность работать с заявками, и к каждому конкретному банку мы указываем с заявками или без заявок мы работаем. А когда мы работаем с банковскими заявками, то в этом случае у нас получается, если мы берем заявки на расходование денежных средств обычные, то у нас вот такой журнал, и, соответственно, статус отображается к оплате. Это уже значит, что заявка утверждена, согласована всеми руководителями, и мы можем формировать по ней платежное поручение. И можем менять статус, например, отклонена, закрыта и так далее. А заявки, которые касаются денежных средств по договорам кредитов и депозитов, у нас стоят отдельным блоком, и, в общем-то, в этом блоке мы видим только договора, которые связаны, то есть по графикам договора кредитов и депозитов, и по ним мы можем создать заявки на оплату по графикам платежей. То есть не надо входить в каждый конкретный документ, в каждый конкретный договор, а достаточно нажать кнопочку «Создать оплату на заявку», и в этом случае у нас меняется интерфейс, и, соответственно, формируются заявки по этим документам. И, как вы видите, здесь уже автоматически информация подставляется из документов, и распределение по счетам либо есть, либо нету. То есть если вы задавали в договоре, какой конкретно банк, с какого конкретно банка должна поступить платежка, то здесь будет банковский счет. Если этого не было, то уже можно использовать механизмы платежного календаря и распределить эти платежи по тем банкам, на которых есть остатки, либо перегнать из банка в банк для того, чтобы на нужном счете был нужный остаток. Еще здесь есть один момент. Ну, естественно, договор. Это очень удобно использовать, когда у нас с вами договор касается, например, лизинговых платежей. То есть если мы работаем по договору лизинга, то у нас есть график платежей. И если таких договоров несколько, то, естественно, проще нажать кнопочку «Создать заявки» и потом по этим заявкам через, допустим, платежный календарь сделать платежки, чем заходить в каждый документ и формировать по договору эти платежки. Значит, в этом случае мы с вами используем блок «Финансовые инструменты». И сейчас еще переключимся на наши слайдики. И я хочу дополнительно показать вам несколько слайдов. То есть вот вы видите, это активация. Мы с вами активировали договора кредитов и депозитов, ставили птичку. И после этого у нас стал доступен блок «Оформление заявок на оплату». И, соответственно, вот те журналы, которые мы с вами уже посмотрели. То есть это договора кредитов и депозитов через раздел казначейства. И вот такой сборный слайдик мы с вами посмотрели. Это, собственно говоря, сам договор. То есть у нас был тип договора, как мы смотрели. Это кредиты в банке, внутренние займы. И характер договора, который мы тоже выбираем. То есть это кредит, депозит, займы и так далее. То есть это два окошка в одном слайде. И таким образом, в общем-то, подытожим то, что мы с вами говорили по материальной выгоде. То есть договора кредитов и депозитов у нас с вами не... Особенно если они связаны между юридическими лицами, у нас не возникает материальная выгода. Материальная выгода у нас возникает только в том случае, когда договор между физическим лицом и юридическим. То есть физическое лицо получает заем от юридического лица. И получает заем либо беспроцентный, либо по ставке ниже, чем две трети ставки рефинансирования. В этом случае считается материальная выгода, сколько он сэкономил на процентах. И с нее берется НДФЛ по ставке, соответственно, 35%. Зависит от валюты платежа и зависит от резидент-нерезидент. И, соответственно, как мы с вами поговорили уже, эти договора, во-первых, включают в себя взаимозависимость в обязательном порядке, и, во-вторых, на налоговиков действует как красная тряпка на быка. То есть это пристальное внимание, это дополнительная проверка, и, соответственно, возможность переквалифицировать договора займа, либо в договор, то есть переквалифицировать, либо как доходы, полученные физическим лицом. В этом случае, естественно, возникает и другой совершенно НДФЛ, и совершенно другие налоговые последствия, например, для юридических лиц. Для физических лиц это, если будет переквалифицирована как заработная плата, например, то в этом случае еще и страховые взносы. То есть договора беспроцентные, либо по ставке ниже 2-3 рефинансирования, получаются крайне опасными. Что можно в этом случае сделать? Вот теперь мы посмотрим вот такой с вами слайдик. То есть как нам снизить риски? Ну, во-первых, обязательно взаимозависимые лица нужно смотреть. Если есть возможность, чтобы были невзаимозависимые лица, то, естественно, это надо использовать. Но если это, например, руководитель выдал себе взаим, то здесь уже от взаимозависимости не откручишься. В этом случае займы должны быть как минимум не беспроцентные и не ниже 2-3 ставки рефинансирования. То есть займы должны быть на рыночных условиях и проверять, чтобы у вас все документы, которые касательно этих договоров имеются, были, ну, скажем так, близки к тому, что должно быть и де-юре, и де-факто. То есть если у вас написано, что вы, например, соответственно, со ставкой рефинансирования даете этот займ, то, чтобы перечисление процентов было согласно этой ставке расчета, не меньше и так далее. То есть вы должны составить документы так, чтобы вы могли подтвердить фактическое, наличие фактических движений, то есть и перечисления налогов, и начисления НДФЛ, что это все реально, и что вы белый, пушистый налогоплательщик. Ну, собственно говоря, к сожалению, не так много способов обойти этот интерес налоговых органов. То есть максимально приблизить условия к реальным рыночным и соблюсти все необходимые требования к оформлению дополнительных документов. То есть, допустим, перечисления транши и так далее. В общем-то, как итог, можем сказать, что предоставление договоров займов, что юридическим лицам, что физическим лицам, у нас разрешены. То есть это не нарушение налоговых каких-то требований. Мы можем взять у собственной компании любую сумму, но договор должен быть соответствующим образом оформлен. Во-первых, он может быть беспроцентный, но это опасно. И, соответственно, можем предусмотреть разные варианты, но, опять же, например, если предусмотрен вариант начисления процентов единоразового при погашении кредита, то это все равно вызовет возражение. То есть налоговые органы посчитают, если ваша ставка ниже ставки рефинансирования, то налоговую выгоду вам в любом случае начислят, материальную выгоду. И в этом случае у нас, собственно говоря, все варианты подстраховки доступны только в виде корректного составления договора. И мы должны учитывать и налоговый кодекс, и гражданский. То есть поэтому нужно либо воспользоваться готовыми шаблонами, которые расположены на юридических ресурсах, либо, собственно говоря, иметь своего юриста, чтобы он вас страховал для таких вот случаев. здесь у нас с вами есть еще один момент интересный. То есть мы снова переключимся с вами позже с тем, что у нас две минутки осталось, переключимся с вами на нашу демобазу. И вот про что мне хотелось с вами поговорить. Ну, естественно, у нас с вами есть и сам блок, где выделены договора и все действия с ними, но есть еще блок отчеты по казначейству. Как вы видите, это выведено в отдельную позицию. И если мы переходим в отчеты по казначейству, у нас есть вариант, ну, во-первых, работать с сверками и сверку взаиморасчетов производить, что для договоров займов или кредитов крайне актуально. То есть, если у вас, например, ну, рискованный, скажем так, договор, то есть ставка близкая к нулю или к двум-третьим ставке рефинансирования, то вам нужно подтверждать, что вы каждый месяц, например, сверялись, что вы каждый месяц там требовали в своевременных возвратах и так далее. Ну, то есть, подтверждать, что вы делали какие-то телодвижения для контроля за должностью. И блок финансовые инструменты у нас имеет ведомости расчетов, план факта анализ, то есть те отчеты, которые мы выводили с вами из самого договора. И, собственно говоря, реестр договоров это тоже бывает важно, но больше нас всего интересует сравнение графика оплат и начисление по договорам кредитов и депозитов. То есть, вот этот самый договор доступен в нескольких вариантах. То есть, допустим, ну, вот выберем такой вариант. То есть, мы формируем вот такой отчет, например, на период, на месяц, на квартал, ну, то есть, на любой промежуток, как вы видите, большой выбор периодов и видим вот такие данные, то есть, что мы должны, когда у нас оплата основного долга, когда комиссии, и можно сориентироваться, чтобы у нас не было кассовых разрывов, которые нам доступны для корректировки по платежному календарю. И, соответственно, этот инструмент очень удобен. То есть, вообще все отчеты по финансовым инструментам и удобны, и показательны. А еще мы с вами можем посмотреть в разделе регламентированный учет. У нас есть блок 1С отчетность, и этот блок не только позволяет посмотреть саму данную отчетность и дополнительные сервисы, то есть, личные кабинеты и так далее. Это еще и сервис 1С отчетность. И сервис 1С отчетность нам доступен в связи с личным кабинетом по единому налоговому единому налоговому счету. Это отдельный кабинет. Обратите внимание, здесь у нас есть тоже личные кабинеты, но этот вынесен в отдельный блок, и он связан с сервисом 1С отчетность. Если я сейчас перейду в журнал рекламентированных отчетов, то у меня программа себя похвалит вот таким образом. Вот такой рекламный баннер. В предыдущих конфигурациях совсем недавно достаточно, например, 15-й релиз был, это где-то это был январьский релиз, в нем еще был другой рекламный баннер, а здесь у нас вот такой баннер, то есть это сервис 1С отчетность, который позволяет напрямую обмениваться материалами с вот такими вот фискальными органами, то есть ну естественно в первую очередь ФНС нас интересует, во вторую очередь СФР и более подробно можно почитать о том, что этот сервис позволяет делать вот по этой ссылочке и соответственно подключиться достаточно несложно, нажимаем кнопочку и действуем дальше согласно подсказкам, но в каждом свинстве есть кусочек ветчины, а в нашем случае этот сервис доступен, если у вас подписка ЭТС проф, то только для одного юрлица, а если у вас ЭТС техно, то бесплатной подписки у вас нету, только за денежки, ну правда денежки не слишком большие, например, ну еще зависит от количества лицензий, конечно, но на одно юрлицо, например, на год, это порядка 4800 рублей, то есть если поделить на количество месяцев, то месячная оплата получается вполне себе дружественная, так вот, чтобы использовать кабинет, личный кабинет ЕНС, вот сейчас мы сделаем это, вам нужно подключить, ну вот, например, я хочу Андромеду подключить, и мне сейчас программа напишет, что, извините, сначала подключите сервис 1С отчетность, и только после этого мы сможем предоставить вам доступ к этому кабинету, то есть, во-первых, вы должны заполнить вот такие сведения, видите, это с красным подчеркиванием, то есть, это поля необходимые для заполнения, а во-вторых, эта картинка иллюстрирует мою расхлябанность, то есть, я халтурила, когда заполняла сведения про предприятие, то есть, видите, я не заполнила регистрационный номер программы, ГРН, то есть, то, что посчитала неважным с бухгалтерской точки зрения, а теперь, чтобы подключить сервис, мне надо либо вернуться в кабинет, вернуться в начальное, то есть, первоначальное заполнение, либо здесь заполнять, но тогда в последующем, возможно, я еще что-то пропустила, и мне программа тоже попросит ликвидировать пробелы, так сказать, пробелы в моем воспитании. Ну, естественно, я могу перейти через раздел НСА и администрирование, сведения об организации, и заполнить эти сведения в карточке организации, то есть, вот они у меня здесь все, ну, как вы видите, девственность все чистая, никакой информации я не заполнила, естественно, я должна вернуться в этот, либо в этот интерфейс, либо в тот, который у нас был при попытке включить личный кабинет, и использовать его, то есть, то есть, вот я закрываю НСА и администрирование настройку справочников, то есть, карточку организации я закрыла, и могу заполнить уже отсюда, и, соответственно, после того, как я все заполню, я нажимаю кнопочку отправить заявление, и тогда жду, когда у меня произойдет подключение, и я смогу использовать сервис уже конкретно работы с единым налоговым счетом, и практически мне будет доступна вся информация о моих платежах. Так, на этом мы с вами, к сожалению, вынуждены закончить. Я вернусь еще раз к детальному листу, для того, чтобы напомнить вам наши контактные данные, и пригласить к сотрудничеству. Мы будем очень рады оказаться вам полезными. Мы выполняем весь спектр работ, и продажу, и настройку, и доработку, ну, то есть, фактически все, что касается 1С и автоматизации бизнеса. Милости просим. На этом разрешите попрощаться с вами, поблагодарить за время, уделенное нам, и до новых встреч. Надеемся на сотрудничество. Субтитры создавал DimaTorzok